Наступивший год объявлен Годом культуры, а значит мы будем чаще встречаться на страницах агентства Татаринформ. Здравствуйте, меня зовут Люсия Камалова и я рада представить вам новый выпуск программы в культуре. Дай счастье мне, дай счастье мне. Той женщине, которая поет. Пусть будет мой остаток, будь недальний. В Казань эпатажная певица Наргиз Закирова, которая стала популярна после проекта «Голос», приехала впервые и на волне популярности собрала аншлаг. В Казани Наргиз исполнила кавер-версии песен таких легендарных исполнителей, как «Металлика», «Скорпиус», «Нирвана» и не только. Рок-хиты сменялись балладами о любви. Не обошлось и без шлягеров российской королевы эстрады Аллы Пугачевой. Вздохнет кто-то очень легко, но кто-то заплачет быть молчим. Для меня, конечно, это была мечта моего детства, встретиться с этой женщиной, потому что она для меня всегда была легендой. И благодаря Алишеру мы с ней познакомились. И Алла Борисовна с первого дня проекта до самого последнего дня проекта поддерживала меня. И причем поддержка это была не просто как со стороны наставницы, учителя, а даже как материнская была такая поддержка. Она звонила практически перед каждым эфиром, давала какие-то наставления и благословила меня на то, чтобы я исполнила ее песню. После проекта «Голос» у Наргиз появились не только влиятельные покровители, но и группа фанатов, которые называют себя «Наргизовцы». Они специально приехали в Казань из разных городов России, чтобы насладиться выступлением своего кумира и устроить флешмо в зале из бумажных сердец. Мой особый поклон для сообщества, которое называется «Наргизовцы». Спасибо вам, девочки, мальчики, за то, что вы есть, потому что без вас, наверное, ну, не наверное, а точно ничего бы не происходило вот такого замечательного в моей жизни. И, конечно, мой низкий поклон Казань вам. Спасибо. Спасибо. Певица активно общалась с публикой во время концерта, много говорила о любви. Она признала, что у нее есть два любимых праздника – Хэллоуин, когда она может быть сама собой, и День Святого Валентина. Самое лучшее же средство от любви, по мнению Наргиз, любить еще больше. Всем влюбленным она посвятила песню Брайана Адамса. На встрече с журналистами Наргиз сообщила, что никогда не была в Татарстане, хотя с татарами хорошо знакома. У меня первый муж татарин был. Хорошая нация. Свекровь, правда, такая не очень была приятная женщина. Да, но татар... Свекровь святая. В Казани, например, никогда не была. Это мой самый первый раз. А татар друзей у меня очень много. И все очень замечательные люди. Очень люблю чебуреки. Поделилась Наргиз на пресс-конференции, организованной агентством Татаринформ и секретами своей красоты. У меня нет времени для режима, потому что у нас режим какой-то абсолютно сумасшедший. Но есть какие-то определенные вещи, которые я не делаю. Я не ем хлеб, я не ем баранину, я не ем ничего пережаренного, соленого и острого. И ем часто, но в очень маленьких количествах. А крепкого? Что крепкого? Что-нибудь. Вы имеете в виду алкоголь? Конечно. А что ж, все выпьем. Да, я люблю выпить алкоголь. На концерте в Казани Наргиз продемонстрировала прекрасные вокальные данные, изумительную пластику, огромное количество татуировок на теле и отсутствие комплексов. Ближе к финалу концерта она настолько разогрелась, что решила снять майку и петь в нижнем белье. Завершить выступление в Казани Наргиз решила песни Пугачевой о женщине, которая поет. Далее певица под крики «Наргисты лучше» покинула сцену. Очень скоро она вернулась на бис и исполнила «Still Loving You Scorpions» – ту самую песню, с которой началось ее успешное выступление на проекте «Голос». Казань стала первым городом в России, где выступила известная пианистка из Японии Акито Кахаши. На сцене Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева она представила программу из аранжировок популярных песен легендарной группы Beatles, сделанных в том числе и композиторами Татарстана. Концерт Акито Кахаши начала со знаменитой «Мишель» Ливерпульского квартета в аранжировке композитора Барбара Монгфельдман, после чего прозвучали такие хиты битлов, как «Love Me Do», «Because I Want You», «Джулия» и другие в аранжировке японских и американских композиторов. Настоящим подарком для казанской публики стало исполнение Акито Кахаши аранжировок песен группы, сделанных современными татарстанскими композиторами – Рашидом Калимулиным, Юлией Бек и Эльмирой Низамовой. Я познакомилась с Рашидом Калимулиным около 20 лет назад, когда он приезжал в Японию. Тогда как раз Рашид Калимулин попросил, что можно с кого-нибудь принять в Татарстан и с каким-нибудь концертом. И мы как раз обговорили, что это возможно будет Beatles. И в программу сегодняшнюю мы все-таки решили, помимо Beatles, включить композицию Рашид Калимулина. Сразу после концерта в столетии Татарстана Акито Кахаши улетела на гастроли по миру. Возможно, потом, вспоминая Россию, пианистка в первую очередь подумает о Казани, которую она в интервью агентству назвала городом культуры. В Казани гала-концертом завершился 32-й международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина. В этом году он был посвящен 140-летию Казанской оперы. Традиционно в фестивале открылся премьерой. В нынешнем сезоне это «Севильский тирюльник» «Рассини» в постановке известного режиссера Юрия Александрова из Санкт-Петербурга. Программу Шаляпинского фестиваля составили лучшие постановки Татарского театра оперы-балета последних лет. Оперы Евгений Онегин, Регалетта, Аида, Турандот, Травиата, Кармен. В день рождения Федора Шаляпина на сцене прозвучала опера Борис Годунов-Мусоргского. Ожидаемым событием стало и концертное исполнение оперы Гершвина «Порги и бес». Фестиваль по традиции завершился двумя галоконцертами, участием которых приняли звезды оперы с мировым именем. «Очень черные, лучи планы, и моя корень, и страдания, и отца их любовь, и отца их подой, и страдания, и отца их нет». На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи на сайте агентства «Татаринформ». До свидания.